Формат видеоконференции уже давно стал привычным для руководства региона и муниципалитетов. В этот раз в ходе совещания губернатор Подмосковья обратил особое внимание на необходимость более активного развития кампании массовой вакцинации от коронавирусной инфекции. На прошлой неделе наш президент Владимир Владимирович Путин провел большое совещание по теме массовой вакцинации. Мы к ней готовы. Мы являемся одними из передовиков, но и объем вакцинации у нас очень серьезный. Поставлена задача вакцинировать от ковида порядка трех миллионов человек. Для этого планируется максимально упростить процесс записи на прививку и начать использовать мобильные пункты вакцинации. Губернатор отметил, что в настоящее время на территории Московской области снижается количество госпитализаций и увеличивается число выздоровевших. Койки во всех географических локациях у нас освобождаются. Поэтому я дал команду и Эльдару Рудовичу Габдарахману, и министру здравоохранения приступить к сворачиванию койек. Таким образом начинается процесс возвращения медицинских учреждений, перепрофилированных для лечения пациентов с COVID-19, к обычной работе. Еще одна тема, которой коснулся губернатор – работа с ЖКХ региона в условиях низких температур. В связи с усилившимся морозом Андрей Воробьев поручил уделить особое внимание работе дорожных служб и общественного транспорта. Наша задача, чтобы автобусы были чистыми, теплыми в это время года и, соответственно, ходили по расписанию, были необходимы вместительности. На совещании обсуждались меры по обеспечению безопасности на железнодорожном транспорте. По статистике, наиболее частой причиной смертельных случаев здесь является переход путей в неположенном месте. В прошлом году в области погибло около 300 человек. Наша задача устранить, ликвидировать, как говорят, как класс, все народные тропы и места, где жители, и часто молодые, подвергаются угрозе. На совещании также обсуждался план мероприятий по реконструкции почтовых отделений Московской области. Они должны полностью преобразиться. Хочу поблагодарить Почту России за взаимопонимание и программу. Программа – это, значит, ресурсы. Выделены деньги, которые позволят нам поменять облик почты и, соответственно, это касается каждого муниципалитета, каждой территории Московской области. В почтовых отделениях планируется провести ремонт фасадов, внутреннюю отделку помещений, сделать их доступными для маломобильных групп населения. По предварительной оценке, работы должны быть завершены не позднее 1 августа 2021 года. Максим Козлов, Елена Кошелева, Видное ТВ.